Галина Шаталова, нейрохирург и диетолог, запомнилась всему миру как автор системы естественного оздоровления, благодаря которой сама она прожила до 95 лет. Она не боялась экспериментов, в том числе и над собой, доказывая ученым и простым людям, что нужно изменить систему питания, чтобы прожить очень долго. Шаталовская система оздоровления и питания. Как-то Галина Сергеевна заметила, когда я бываю в пустыне, то с особым вниманием наблюдаю за тем, как верблюд ест колючки, которые, к слову, не очень богаты питательными веществами. А что если перевести верблюда на другой рацион, к примеру, кормить его цыплятами табака или шашлыком? Он очень быстро протянет ноги. Точно такая же участь постигнет и льва, если кормить его одними верблюжьими колючками. Это наблюдение позволило врачу-нейрохирургу сделать важный вывод. Любой биологический вид на Земле должен придерживаться присущего именно ему рациона питания. И в доказательство своих слов Шаталова провела несколько экспериментальных исследований, которые многие считали спорными и бессмысленными, но которые доказали, что система питания, предлагаемая автором, помогает сохранять активность и здоровье на долгие годы. Галина Сергеевна и сама выступала в качестве главного участника экспериментальной программы, доказав окружающим эффективность и результативность видовой, или, как она сама называла, целебной системы питания. Что предлагала долгожительница? Какие продукты в ее рационе помогли дожить ей до 95 лет? Эксперимент со сверхмарафонцами. Выводы, которые сделала ученая в вопросах питания для долголетия и здоровья, требовали доказательной базы. В качестве эксперимента, на подготовку к которому ушло 10 лет серьезных разработок, она провела исследования с группой участников сверхмарафона. В экспериментальной группе было более 100 спортсменов, готовившихся бежать сверхмарафон на дистанцию более 500 километров в 1983 году. Участники забега разделились на две группы. Одна питалась по системе Шаталовой, другая следовала рекомендациям Института питания. В рацион экспериментальной группы входили исключительно целебные продукты, тогда как вторая группа испытуемых могла потреблять и наваристые супы, и макароны, и мясо, и сладкие продукты. Питание отслеживалось членами комиссии, наблюдавшей за экспериментом. У спортсменов, питавшихся по Шаталовой, в день выходило не более 1200 калорий. Вторая группа спортсменов потребляла продуктов с калорийностью, превышавшей эти значения в пять раз. Комиссия, которая следила за экспериментом, уверяла меня в его провале. Они говорили, что мои спортсмены сдадутся на первых же километрах, если я не стану кормить их колбасой, солеными сухариками, сыром, не напою крепким чаем с сахаром. Рассказывала Галина Сергеевна. Никто из членов комиссии, следивший за условиями проведения эксперимента, не верил в успех. Однако Шаталовой удалось доказать, что целебное питание помогает человеческому организму выдерживать невероятные нагрузки в сложных условиях. Как оказалось, ни один сверхмарафонец, бежавший огромную дистанцию в экспериментальной группе Шаталовой, не сошел с нее. Более того, приверженцы здорового питания целебными продуктами на финише выглядели бодрыми и неистощенными. Как, к примеру, их оппоненты, питавшиеся высококалорийной пищей. Многие из второй группы были совершенно измотаны тяжелейшими условиями забега. Некоторые из них потеряли до 8 килограмм своего веса. Ошеломительные результаты эксперимента были высоко оценены членами комиссии. Почти сразу же спорткомитет СССР предложил Галине Шаталовой продолжить эксперимент с участием лучших спортсменов, которые показывали отличные результаты в соревнованиях. Врач вспоминает «Я получила возможность познакомиться с нашей спортивной элитой и изучить образ жизни этих людей. С тех пор я глубоко уважаю этих мужественных, целеустремленных девушек и юношей, посвятивших свою жизнь постоянному преодолению себя». Целебная система питания Шаталовой К какому биологическому типу питания относится человек, у Галины Шаталовой вопросов не возникало. Да и экспериментальные исследования подтверждали выводы врача и ученого. Чтобы определиться, кто человек по своей сути – всеядный, плотоядный или вегетарианец, Шаталовой было необходимо удостовериться в своих рассуждениях. Она предположила, что существует два фактора, которые влияют на определение выбора типа пищи для определенного биологического вывода. Первый из них – самопереваривание пищи. Как вы считаете, что случилось бы с удавом, если бы он разом съел не живого кролика, а то, что мы называем полуфабрикатом? У удава возникли бы трудности с пищеварением. Это подтвердил во время своих опытов академик Александр Уголев, поясняла Галина Шаталова. По утверждению врача, самопереваривание состоит в том, что пищеварительный процесс наполовину зависит от ферментов, содержащихся не в пищеварительном соке человеческого организма, а от ферментов, содержащихся в тканях и клетках пищи растительного или животного происхождения. Феномен самопереваривания заключается в том, что процесс пищеварения происходит значительно легче и быстрее, а полезные для организма вещества усваиваются лучше. Ссылаясь на выводы академика Уголева, Шаталова рассказывала, что пища, обработанная термически, которую пришлось переваривать удаву, затрудняла пищеварительный процесс, поскольку пищевые остатки загрязняли органы и системы его организма. Если же удав питался привычной для него пищей, вся она переваривалась полностью, без остатка. Вторым моментом, который влияет на качество переработки в пищеварительном тракте, Шаталова называла стереохимическими ферментами. Они должны были соответствовать ферментам того продукта, который употребляется в пищу. То есть ферменты потребляющего и потребляемого должны совпадать по строению тканей и клеток, словно подбирается единственно подходящий ключ к замку. Если учесть эти два фактора, то согласно им человек по своей природе является не плотоядным, а плодоядным существом. Видовой и целебной пищей для него являются овощи, фрукты, бобы и злаки, крупы, съедобные травы, семечки, орехи, мед, а для младенцев – материнское молоко. Сделала важный вывод Шаталова. Именно этими продуктами и кормила свою подопытную группу сверхмарафонцев. Спортсмены питались свежими салатами, кашами, сваренными из цельнозерновых круп, травяными отварами с медом. Еще одно важное условие целебности пищи по Шаталовой – она должна была проходить минимальную термическую обработку. Если мы при приготовлении развариваем кашу и суп до вязкости, печем или жарим пироги, пищеварительный тракт засоряется остатками непереваренной пищи, которые вредят организму и заполняют его токсинами. Галина Шаталова сама была приверженцем целебного питания, но не призывала всех и каждого следовать ее примеру. Плодоядность должна быть осознанным выбором человека. Тем, кто все же решил заняться оздоровлением своего организма с помощью шаталовской системы питания, врач рекомендовала не переходить резко на плодоедение, а делать это постепенно, без истязания организма непривычной пищей или голоданиями. Переход к новой системе питания должен осуществляться пошагово, в течение нескольких месяцев. Важно не ускорять процесс и не насиловать себя. Постепенно переходя к плодоядному питанию, можно отказаться сначала от мяса, но употреблять в пищу, к примеру, рыбу и яйца, а уже на заключительном этапе исключить молоко и кисломолочные продукты. Если все сделать правильно, человек уже не захочет возвращаться к прежнему режиму питания, поскольку будет чувствовать бодрость, прилив энергии и хорошее настроение. Единственное, в чем сокрушалась Галина Сергеевна, что люди обычно приходят к ее системе оздоровления, имея за плечами громадный багаж хронических заболеваний и вредных привычек, которые уже серьезно подкосили здоровье. Но система целебного питания работает и в самых сложных случаях, возвращая человеку здоровье и продлевая его жизнь.